Наша сегодняшняя встреча это очередная лекция в цикле Рерих и его современники, предшественники и продолжатели. Если мы с вами откроем сайт нашего музея, поскольку вы, я так понял, не часто на него заходите, сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит. На самом деле это очень просто, вы можете всегда сориентироваться и просто составить свое расписание визитов к новой музеи. Вот это наш сайт, здесь вот сейчас анонс нашей лекции. В рамках цикла Рерихи и их предшественники, современники, сотрудники продолжают. В принципе, у нас есть группа ВКонтакте, там тоже все анонсы, у нас есть страница на Фейсбуке, там тоже все анонсы. Но для того, кто хочет просто планировать задолго до события, вот вы можете взять календарный план работы Лектория, он тоже есть на сайте, и найти интересующий вас цикл. Вот первые два веду я, Мельников Владимир Леонидович, третий цикл ведут два наших сотрудника, Савкина и Чеснокова, Николай и Святослав Рерихи и Мировая культура. Образы народного православия в творчестве Николая Рерихи ведет Шуршина. В восточной студии куратор цикла Марахонова, а выступают совершенно разные лекторы. Рерихи археологии читает Матехина и история Собняка, Боткина, Бакалвина. Дальше вот здесь начинается аннотированный перечень лекций. Все лекции с кратким содержанием. Сегодня у нас тема Григорий Иванович Чорос-Гуркин и Николай Константинович Рерих. И мы специально строим так цикл, чтобы были разные люди, совершенно разные, чтобы продемонстрировать, насколько многообразно Рериховское наследие. Прошлая лекция была посвящена настоятелям Псково-Печерского мужского монастыря и их общению с Рерихом. Или наоборот, общению Рериха с ними. Первая лекция в этом году была посвящена архитектору Хренову. То есть с самых разных сторон мы пытаемся продемонстрировать вам, что же такое Рериховское наследие. И, вы знаете, это действительно стоит делать, потому что именно люди лучше всего раскрывают вам всегда главного героя. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Есть такая поговорка у нас в русских. Вот если мы говорим о Гуркине, об этом удивительном алтайском художнике, которому его право считают великим, о Гуркине нужно говорить не только в контексте, конечно, Рериха, но и вообще в контексте алтайского искусства, алтайской культуры. Мы всегда будем вспоминать вообще большой-большой мир культуры Алтая. Вот на экране Григорий Иванович Чуразгуркин, который родился в 1870 году, а погиб в застенках сталинских в 1937-м, фактически современник, ровесник, на 4 года старше Николая Александровича Рериха. И вот сегодняшнюю свою лекцию я хочу посвятить памяти одного удивительного человека, который много очень знал о Гуркине, и был первым, от кого я услышал вообще это имя. Это Евгений Паладович Маточкин, который был членом-корреспондентом Российской Академии Художеств, крупнейшим рериховедом в современности, при этом еще и физиком, и знатоком исследователем культуры Алтая. По рериховской тематике у него более 100 публикаций, и книг. К сожалению, он уже покинул нас, и очень мечтал о том, чтобы у нас в музее состоялась выставка, посвященная культуре Алтая. И вот эта выставка состоялась только через 2 года после его ухода. Вот такая замечательная выставка «Чоррис Горкин и культуры Алтая». Моя задача еще на наших лекциях знакомить вас с фондами нашего музея. То есть мы рассказываем и показываем значительную часть тех материалов, которые наш музей хранит. Поэтому все книги можно смотреть и листать. Это первое, что я хотел вам показать. Ну вернусь я к Маточкину, которому я хочу сегодняшнюю лекцию посвятить, его памяти точнее. Вот у него более 10 публикаций посвящено Гуркину. И самое первое вышло в «Звезде Алтая» 16 февраля 1979 года. «Алтай и художники. Первая экспедиция к Белухе». Об экспедиции «Чоррис Горкина» к Белухе в 1908 году. «Наследники Гуркина». «Звезда Алтая» 9 августа 1988 года. Это о художниках, которые были последователями Гуркина на «Алтаре». Творчество Гуркина в свете изучения культур народа в Сибири. Сборник докладов и сообщений научно-правтической конференции «Чоррис Гуркин и современность. Возвращение». В 1991 году вышел в сборник «Гурно-Алтайский». «Взгляд вглубь веков». «Чоррис Гуркин и проблемы освоения художественного наследия Сибири» в журнале «Сибирские огни» в 2004-м. Внуки и правнуки Чоррис Гуркина в сборнике «Алтай. Сокровище культуры». Опять есть у него замечательная статья «Экспедиция Чоррис Гуркина 1908 года вокруг Белухи». «Оновские встречи». «Леоноски». У нас в библиотеке есть сборники под таким названием. И вот как раз сборник. Говорят, что «Анос» и «Онос» и то, и другое употребляется на Алтае. И здесь, если мы откроем этот сборник, здесь есть статья «Экспедиция Чоррис Гуркина» 1908 года «Вокруг Белухи». С иллюстрацией. Можете тоже посмотрите. Очень интересная книжка из нашей библиотеки. «Онос» – это место, где Гуркин жил, где сейчас его музей. «Онос» или «Анос». Следующие. «Чоррис Гуркин. Лиги Алтая». Комплект из 13 открыток. Изданный в Самаре. Вот у меня он в руках. И здесь вступительный текст тоже написал Евгений Павлович Марточкин. Можно посмотреть, сразу сориентироваться по творчеству художника. Археологические и этнографические исследования, зарисовки Чоррис Гуркина в фондах Национального музея Республики Алтай. Археология, этнография и антропология Евразии. 2008 год. С авторством Виссалима Михайловны Еркиновой. Замечательная тоже публикация. Эти публикации имели место быть и продолжались, развивались. Вышел уже в дальнейшем альбом в 2014 году этнографические рисунки Чоррис Гуркина. В 2014 году здесь автор Римма Михайловна Еркинова. И очень много иллюстраций. Фактически весь набор по годам, подробные аннотации. Мы гордимся, что у нас есть это издание. И вот можно внимательно его изучать, смотреть. Также Маточкин написал статью «Символизм в искусстве Чоррис Гуркина». Это Олановский исторический 2010 год, посвященный 140-летию с дня рождения Чоррис Гуркина. И в статье «Преемственность художественного наследия в изобразительном искусстве Гуркина Алтая» он тоже посвятил целый ряд строк этому великому алтайскому художнику. А сборник Олановских встреч 2010 года, посвященных юбилею Гуркина, он также редактировал. У нас, к сожалению, в библиотике не все издания Евгения Павловича, не все его труды. Но вот этот сборник, который редактировал Евгений Павлович Маточкин, имеется. И, можно сказать, основа Гуркина ведения, современное состояние этого направления искусствоведения у нас хорошо представлено в нашей библиотеке. И тот, кто хочет изучить наследие Григория Ивановича Чоррис Гуркина, может смело идти к нам в музей и получит достаточно подробную информацию. Вот этот сборник мы получили в 2016 году, 8 июля, во время нашей экспедиции, посвященной 90-летию Центральной Азиатской экспедиции Николая Ксенчановича. Получили в дар Атрины Михайловны Иверкиновой. Как вы видите, Евгений Павлович огромную роль играет до сих пор в изучении наследия Чоррис Гуркина. И поэтому закономерно обращаться к нему в трудах, к нему опыту, изучая Чоррис Гуркина. Евгений Павлович приезжал к нам в музей, выступал у нас на конференции. И регулярно мы слышали его именно выступающим, рассказывающим, одном из самых любимых художников Азиатской экспедиции. Вот как начинается еще одно издание, посвященное Чоррис Гуркину, одно из немногих таких масштабных изданий, в которые одно из первых представляет нам его художественное наследие. Вот такие замечательные слова. Горный Алтай. Очень мало на земле таких мест, которым от любви достойно соперничать с этим удивительным по красоте островком природы, возвышающимся в самом центре огромных азиатских пространств. Окутанный мифами и легендами, задумчиво стоит он на границе Центральной Азии и у Великого пояса Евразийских степей, тысячелетиями наблюдая за передвижениями по этим просторам то гонов, то тюркских племен, то монгольских хор, то славянских первопроходцев. Сюда оттянутся культурные нити со всего Евразийского континента. Здесь сошлись три мировые религии, то есть христианство, ислам и буддизм, наслоившиеся на более древнюю мировоззренческую основу шаманскую веру. Одним из духовных полюсов планеты называют его неординарно мыслящей личности нашей линии. Для живущего здесь народа Алтай живой. Горы Баатыры в эпических сказаниях уатайцев, Беловодию в былинах у старообрядцев. Сотни лет проявлял себя вечный алтай через богатейший пасклер, обитавший в его лоне людей. Но вот решил он однажды явить себя миру еще и через изобразительное искусство, вложив высокий художественный дар в дитя, родившееся на свет в селе Улала, ныне город Горноалтайск, 12 января 1870 года. Вот так начинается этот альбом. Текст написал Суразак, тоже замечательный художник, мастер слова, как мы видим, который осмыслил вот в этом издании наследие Григория Ивановича Буркина. Он был учеником и последователем тербургского художника Шишкина, воспитанник императорской академии художеств. И вся его жизнь, трагически оборвавшись в годы репрессий, была неустанным служением творчеству своему народу и Алтаю. Я использовал и использую во время нашей сегодняшней встречи не только вот эти книги, которые я вам уже продемонстрировал, труды Евгения Павловича или, например, Суразакова, но и также труды Риммы Михайловны Елькиновой, директора Гурналтайского музея, и также труды нашей сотрудницы Анны Савкиной, которая подготовила целый ряд статей по материалам Чорос Гуркина и современных ему художников. Одна из этих статей была выпущена в петербургских искусствоведческих тетрадях «Петербургская культура и искусство Алтая» она называется, и она написана по материалам выставки Чорос Гуркина «Культура Алтая» в Санкт-Петербургском музее институте Семьи Римм. Каталог этой выставки я вам уже передал. А сейчас передаю еще и публикацию. Можете познакомиться с этим, что называется «Из первых рук». «Из первых рук», Вот также Чорос Гуркин появляется в последней изданной книге Евгения Палаевича Маточкина «Сто картин художников Республики Алтай» из фондов Национального музея Мини Анохи. И здесь Евгений Палаевич предваряет большой изобразительный ряд. Сочетаю его текст. «Родился в селе Улала, ныне Горный Алтай, семья Кустоя-Сидельника из древнего рода Чорос. Впоследствии художник назовет себя Чорос Гуркиным. В селе располагался главный стан алтайской духовной миссии, при которой имелась начальная школа с иконописным классом. В дальнейшем Чорос Гуркин почти 15 лет проработал иконописцем. Сначала в Улале, а затем в Бийске. В 1896 году он встретился с Анохиным, который уговорил его поехать в Петербург в Академию художеств. Вот вы как раз видите на экране фотографию Григория Ивановича Чороса Гуркина, воспитанника Петербургской Академии художеств. Как видите, это уже был зрелый достаточно человек с установившимся представлением на мир, не юный, еще не уверенный в себе, достаточно не утвердившийся художник, а вполне состоявшийся. Вот в данном случае сравнение, если сравнивать Николая Аксимировича Рыриха и Чороса Гуркина, все-таки сравнение в пользу Гуркина, потому что видно, что Гуркин это уже достаточно самостоятельный взрослый человек, а Николай Аксимирович еще только в начале своего жизненного пути. Вот вы видите, примерно в одно время сделаны эти фотографии. Хотя, конечно, здесь речь не идет о том, кто лучше или там зрел, более зрелый, более твердо, стоит на ногах или нет, но Николай Аксимирович просто моложе он был, когда учился в Академии художеств. А Гуркин попал в Академию художеств уже достаточно грелый человек. И дальше вот Евгений Павлович пишет, сразу поступить в Академию Гуркин не смог и почти год занимался в мастерской знаменитого русского пейзажиста Шишкина. В 1999 году был зачислен в пейзажный класс Академии художеств. Вот он родился в 1970 году, значит он попал в Академию художеств официально, когда ему было 29 лет. А Николай Александрович в тот момент уже окончил давно Академию художеств, будучи моложе на 4 года. То есть понятно, что они просто в разное время в своей жизни. Организовав в дореволюционный период несколько выставок в Томске, Красноярске и других городах художник открыл для сибирского зрителя своеобразие горного Алтая. Выставки принесли ему широкую известность и славу первого пейзажиста Сибири. Ну, он не просто первый пейзажист или художник Алтая, он первый пейзажист и художник Сибири вообще. В годы революции 1917 года, пожалуйста, проходите, гражданской войны он становится видным политическим деятелем, выступавшим за автономию горного Алтая. С 1920 по 1925 год вынужден жить в эмиграции в Монголии и Тыве. Вернувшись на Алтай, мастер принял участие в развитии национальной культуры, писал пейзажи и тематические картины. Несколько лет преподавал в Айровской художественной школе. В 1937 году был репрессирован, реабилитирован в 1956 году. В фондах Национального музея Республики Алтай находится около 600 живописных картин и множество графических рисунков Чора Буркина. Вот такая короткая статья, но она очень четко означает основные ориентиры его жизни. И эпиграфом Евгений Палаевич выбрал высказывание Григория Ивановича Буркина из его текста Алтай и Катур. Какой везде простор и какая мощь. Это ты заколдованный угрюмый царственный Алтай. Это ты окутался туманами, которые как мысли бегут с твоего могучего чела в неведомые страны. Это ты богатырь дремлешь веками сдвинув свои морщинистые брови и думаешь свои заветные добрые думы. Вот такая замечательная книжка пожалуйста посмотрите тоже. и естественно предположить что такой человек такая фигура такая личность как Гуркин не мог не оказаться в поле зрения Николая Константиновича Рериха. У нас нету точных свидетельств документального плана до сих пор мы не имеем к ним доступа свидетельствующим о том что Гуркин и Рерих были лично знакомы еще в Петербурге. Но современные исследователи сходятся во мнении что они конечно же встретились по крайней мере один раз во время путешествия Рериха по Алтаю в 26-м году. Об этом есть мнение Миланы Мироновой Андрея Пузикова в их статье к вопросу о маршруте экспедиции Рериха по Алтаю который готовится сейчас в печати в трудах конференции Рериховской наследии. А также должен вам сказать что я вас познакомлю во второй половине лекции с материалами нашей экспедиции 2016 года и когда мы побывали в его музей в музей Гуркина на Алтае мы там общались с сотрудниками музея и от сотрудника музея мы услышали о том что есть свидетельство в архиве самого Гуркина в материалах самого Гуркина о том что он был знаком с Николаем Константиновичем Рерихом. У самого Рериха и членов его семьи нету никаких упоминаний о встречах с Гуркиным. Казалось бы в чем причина? Я думаю причина это в том что Рерихи не хотели как-то афишировать встречу с этим великим алтайским художником чтобы его обезопасить от возможной какой-то проблемы в будущем. К сожалению им это не удалось все равно он был арестован и убит. Ну давайте немного познакомимся с его творчеством и вот с помощью Римма Михайловна Яркинова и Анны Савкиной познакомимся в таком сравнительном контексте чтобы мы могли судить насколько близки или может быть не близки Чорос Гуркин и Рерихи и если они близки то почему и что их объединяет как вы уже услышали Чорос Гуркин обучался иконописи и много лет писал икон то же самое можно сказать и о Рерихи он один из первооткрывателей иконописного наследия древней Руси как пишет Римма Михайловна Яркинов в своей статье в трудах конференции Рериховское наследие вот в этом сборнике в 10 можете посмотреть статья называется Рерих и Чорос Гуркин притяжение Алтая к постановке проблем огромный багаж всех тех свойств и качеств таких например как усердие бережное отношение к изображаемому материалу любовь к ремеслу так необходимых профессиональной деятельности художника Гуркин получил в иконописных мастерских алтайской духовной миссии там он проработал ни много ни мало четверть своей сознательной жизни 15 лет его с уверенностью можно отнести к числу первых алтайских иконописцев дальше мы узнаем из литературы и правильное наблюдение делает Римма Михайловна что Рерих и Чорос Гуркин были художниками и исследователями изучали археологические памятники делали этнографические зарисовки Рерих создавал живописную летопись стран и народов Азии вот вы видите на примере Гуркина подобные этнографические зарисовки которые хранятся в фондах Алтайского музея кормящая мать или в юрте Кулуна здесь стоит и дата 18 июля 1912 года вот такие видите это чистый этнографический рисунок на экране в полотнах Чорос Гуркина достойное отображение нашла величина природа Алтая огромный интерес представляет его еще недостаточно исследованное графическое наследие включающее более 3000 листов значительная их часть выполнила Чорос Гуркин во втором восьмом одиннадцатом двенадцатом двадцать шестом тридцатых годах во время экспедиции по Алтаю а также в период его пребывания в двадцатом двадцать пятом годах в Монголии и Танну Тыве Чорос Гуркин фиксирует на бумаге сцены быта культовых обрядов мотивы орнамента украшающего утварь одежду рисунку сопровождают пояснительные тексты автора записаны со слов очевидцев название и значение предмета бытового обихода имя владельца его родовая принадлежность возраст время место вот вы видите все эти надписи на его рисунках ценность их в первую очередь определяется тем что они зарисованы в то время когда предметы быта культа еще сохраняли свой традиционный облик у Гуркина так же как и у Рейриха все творчество пронизано идеями древней истории родной земли вот давайте посмотрим еще на один рисунок 1903 год это извояние выше Эдегана как написано на листе или например вот такое вот из эпохи бронзового века такая зарисовка с петроглифами как или вот такая уже работа маслом Кезертаж 20 июля 12 года а у Николая Константиновича эта тема выражена во многих его работах посвящена идолом и у нас с Евгением Палачевым была статья идолы в произведениях Рейриха в данном случае я вам демонстрирую только одну работу 41 года страж пустыни которая неизвестно где находится нет это Николая Рейрих и вот сравнение совершенно уместное и тот и другой интересовались идолами и вообще подлинными археологическими памятниками курганами каменными извояниями наскальными рисунками Рейрих неоднократно писал каменные извояния и петроглифы увиденные им в Центральной Азии в Ладайке Лахули в Монголии Синдзяне и на Алтае вот то же самое и Гуркин делал статуи серого гранита Бекон Море 20-й год и писаницы Эрбека 14 мая марта 23-го года а вот у Рейриха один из примеров скалы Ладака 33-й год я здесь специально показываю вам работы позднего периода Рейриха чтобы вы могли понять уже какая квинтэссенция у него выработалась с годами хотя первый идол который зарисовал Рейрих изобразил в своем творстве относится к 1896 году 96-му году а может быть есть и раньше таким образом по своему количеству и содержанию собрание графика Гуркина составляет уникальную художественно-экнографическую энциклопедию Алтая и в какой-то мере Монголии Тылы то же самое можно сказать о Рейрихе но уже применительно вообще в Центральной Азии Азии теперь нужно отметить роль Гуркина в освободительном и в таком национальном движении Алтая он принимал участие не только как политик Горного Алтая в этом движении но и вообще он позиционировал себя и как политик всей Южной Сибири он участвовал в строительстве национальной автономии создании органа самоуправления Горного Алтая Алтайской Горной Думы затем и Каракорм Алтайской окружной управы в которой был председателем избран эмблемой этого движения был выбран его рисунок выбран равновеликого треугольника заключенного в круг символ вечности со словами Дьерсу Ханалтай земля вода Ханалтай и он мечтал о создании единого государственного образования тюркских народов Южной Сибири в тот момент когда только формировалась Советская 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 Союз и также как и Рерих мечтал о Союзе Востока в конце 19-го года он был вынужден эмигрировать и отправился в Монголию сначала а потом в 21-м году в Тану-Тэру благодаря этому решению он сумел сохранить свои лучшие работы и обогатить свое творчество монгольскими и туинскими материалами это Римма Яркинова представляет материалы эти все хранятся в фондах Национального музея Республики Алтай некоторые из них она любезно предоставила для просмотра в Хуре Далай Хана вот это называется работа которую вы видите это называется праздник в Хуре у Ланков 2 июня 20-го года и сразу почему-то хочется вспомнить работу Рериха монгольский ЦАМ 27-го 28-го года также не могу не обойти вниманием вот еще эту работу Айрот Вестник Белого Бурхана Николая Костяновича Рериха из серии Знамена Востока вот правильно пишет Рима Еркинова что поводом к сопоставлению этих двух личностей является не только близость жизненных и творческих путей но и нечто другое что обвиняет их и нуждается в раскрытии а именно притяжение Алтая и предсказывание Рерихом и Чоросом Гуркиным великого будущего Алтая вот на картинах Рериха в общем-то и запечатлен этот момент на картинах Рериха посвященных Алтая Гуркин говорил я верю в Алтай в его будущность а Рерих говорил великое будущее предназначено этому замечательному средоточию и в серии Знамена Востока вот эта картина Айрот Вестник Белого Бурхана 25-го года она из этой серии мы узнаем о великих деятелях Азии и легендарных и исторических и самый свежий можно сказать самый новый пример таких деятелей это Айрот Вестник Белого Бурхана в Алтайском обществе издавна бытовали исторические предания легенды о пришествии спасителя и праведного судьи в образе Айрот Хана который должен был несомненно вернуться для спасения своего народа именно Айрот Хан стал носителем идеи мессианства белой веры он друг самого Бурхана Чурас Гуркин серию своих графических произведений посвятил появлению на Алтае в начале 20-го века национально-религиозного феномена бурханизма самая юная религия в Азии она возникла буквально сто лет с лишним назад и у него есть замечательный рисунок белый бурхан 19-го года где он по памяти изображает известный эпизод в долине тюрем описанный Рерихом в книге сердце Азии но вот сначала я вам покажу эскиз Николая Ксеньевича к картине Айрот вестник белого бурхана вот он такой а следом представление этого же события уже в творчестве Чора Сгуркина опять же отмечу что эти изображения эти материалы Римма Михайловна Яркиновой директора музея Национального музея Республики Алтай а сам вот этот рисунок хранится в Государственном художественном музее Алтайского края еще один рисунок Чора Сгуркина родоначальник бурханизма на Алтайе 1904 года Чет Чалпан этот рисунок я сопровождаю высказыванием Николая Ксеньевича Рериха из его книги в 1904 году молодая родская девушка имела видение явился ей на белом коне сам благословенный Айрод сказал ей что он вестник белого бурхана и придет сам бурхан скоро дал благословенной девушке-пастушке много указаний как восстановить в стране справедливые в стране праведные обычаи и как встретить белого бурхана который воздвигнет на земле новое счастливое время девушка созвала свой род и объявила эти новые указания благословенного прося сородичей закопать оружие разрушить идолов и молиться только милостью белому бурхану на вершине лесистой горы было установлено подобие алтаря там собирался народ сожигали вереск и пели вновь сложенные священные песни трогательные и воздымающие и тоже нам сказать что нам посчастливилось год назад на Алтае с помощью наших друзей и музейщиков и этнографов и местных деятелей педагогов также приблизиться к месту где происходили все эти события мы сделали фотографии я покажу вам позже вот этот рисунок как раз относится к серии посвященную проводнику новой веры Четчилпанову сформулировавшим ее основные догматы и это совершенно уникальный рисунок Чурас Гуркин фактически документальный рисунок Николай Константинович посетил эти же места в 1926 году Алтай его привлекал своей красотой древними памятниками легендами и не раз потом он возвращался к Алтаю в образок своих картин по пути на Алтае в Барнауле юнбийский Рерих встречался с известными сибирскими художниками вот на экране Гуркин с Никулиным Николай Константинович с ним был знаком с Андреем Осиповичем Никулиным слева годы жизни 1875 1945 а Гуркин был с ним очень дружен а также встречался с Дмитрием Ивановичем Кузнецовым учеником Гуркина вполне вероятно пишет Римма Еркинова что в беседах с ними заходила речь и о ученике соученике Рериха Петербургской академии художеств Чурас Гуркины Живую связь с Алтаем также олицетворял писатель Григорий Дмитриевич Гребенщиков вот здесь на экране он справа а Гуркин слева а в центре Тачал как известно Григорий Дмитриевич был большим поклонником творчества Рериха общался с ним уже в эмиграции активно в Соединенных Штатах Америки но при этом известно что он широко общался и дружил с Чурас Гуркиным тоже то есть знакомых общих было очень много причем не просто знакомые а друзья соратники которые строили вместе работу и совершенно невозможно представить ситуацию чтобы они не встретились на Алтае потому что известны встречи с самими близкими для Гуркина людьми Гуреи еще несколько работ Гуркина которые свидетельствуют о близости его физическом к центральной геологической экспедиции Николая Костяновича вот на этом на этом этюде выполнен маслом стан геологической экспедиции 27 июля 1926 следующая работа ледник Гуркин 19 июля 1926 года предыдущая работа датишься 27 июля 1926 еще одна работа с датой Белуха в тумане эскиз к панораме Белуха 1 августа 1926 Гуркин то есть Гуркин был на Алтае в то же самое время когда и была экспедиция Рейха те же самые дни еще есть один рисунок вот этот 7 августа 1926 года и интересно об этом моменте пишет Милана Миронова и Андрей Пузиков они пишут о маршруте центральной азиатской экспедиции Рейха конкретно в данном случае Полтай я сейчас открою их статью чтобы у вас была возможность вместе со мной просмотреть ее вот вы видите здесь Рейхи в селе Верхний Мон во время экспедиции в августе 1926 года на экране фотографии Рейхи на лошадях и также здесь Морису Лихтман интересные работы здесь они анализируют могли ли Рейхи например выполнить вот этот этюд с натуры это вид белуги с юга неподалеку от места где берется начало река Катун забегая вперед сразу скажу что нет не могли чисто теоретически даже не могли и вот здесь на этой карте хорошо показано какие тропы и какие места Рейхи могли посетить а какие они просто физически не могли посетить вот вы видите в село Верхний Мон где Рейхи остановились в своей экспедиции и точку с которого наблюдается белуха как на тех фотографиях на том этюде который вы видели мог ли Рейхи пройти вот из этих местах находясь там всего лишь чуть больше 10 дней нет не мог но известно что в архиве Рейхи были фотографии которые были сделаны вот из этих двух точек в районе озера Тайминь и в районе реки Тихая дальше они продвинуться не могли просто физически здесь что интересно в этом исследовании для нас ну они тут очень подробно все анализируют они анализируют встречу с участниками экспедиции Падурова и об этом об этой же встрече пишет в своей статье Еркинова вот она что пишет на Алтае у Белухи почти в тех же местах где бывал Рейх в 1926 году работала Ленинградская геолого-разведочная партия Академия наук руководитель Падурова послана в район Белухи для исследований залежей радио проводником и художником экспедиции был Чорос Гуркин то есть 15 августа встреча с Чоросом Гуркиным по крайней мере если он находился в этой же экспедиции то наверняка и с ним осенью 25 года Чорос Гуркин вернулся из эмиграции сразу же из Новосибирска где он проводил свою первую выставку при советской власти был приглашен в Москву для участия в 8 выставке Ассоциации художников революционной России и Общества по изучению Сибири и Дальнего Востока на Алтае приехал в составе экспедиции Падурова с удостоверением выданным 5 июня 25 года президиум высшего совета народного хозяйства СССР и геологическим институтом высшим правительственным геологическим учреждением до 15 сентября 26 года имел полную полномочия возможно экспедиция Падурова была послана на Белуху в связи с проектом американских корпораций Белуха по разработке природных ресурсов горного Алтая сопредельных территорий Рерик принимал участие в продвижении проекта при поддержке правительства СССР Дальше это статья Риммы Михайловны она рассуждает о том какие рисунки Чорос Гулкина хранятся в фондах Национального музея Республики Алтай как они стыкуются с возможной встречей с Рериком и в общем-то становится достаточно понятно что за фотоматериалы сохранились в Нью-Йоркском музее Рериков и есть ли на этих фотоматериалах Гуркин но статья Алими Михайловны была напечатана в 10-м году а вот сейчас готовится к печати статья Милана Миронова и Андрея Пузикова где проанализировано уже гораздо больше материалов и здесь мы видим например вот рисунок этюд Николая Рериха из одного неизвестного нам частного собрания который фиксирует Белуху с такой точки которой понятно что дальше отдаленного отдаленное возвышение в районе Уймонской долины Рерихи и Белухи не приблизились как минимум они были на расстоянии 30-40 километров от нее вот революционная открытка Почтового Союза России выпущенная в Барнауле то есть тот же самый вид Белухи что и на этюде Николая Константиновича мы его еще посмотрим но давайте еще раз глянем уже установили исследователи что Николай Константинович Рерих часто прибегал к такой практике он брал фотографии каких-то изданиях его времени и делал монохромные рисунки или даже картины на основе этих фотографий для того чтобы представить интересующий его памятник или объект известный случай его рисунков в окрестностях Улхасси на основе монографии 1904-1905 годов в соседнем зале вы можете увидеть на выставке посвященной Улхасси несколько таких примеров с чем это связано это связано с тем что он прежде чем что-то увидеть что-то услышать непосредственно на месте он очень стремился к этому он очень хотел наполниться этим и впереди шла его мысль и ему естественно хотелось эту встречу приблизить и эта встреча происходила но в данном случае это не фиксация этой встречи а как раз фиксация огромного интереса Рериха к объекту его исследования это не документальная и не этюд с натуры а этюд с одного из изданий которые установили например наши коллеги из России Милана Миронова и Андрей Пузиков вот еще одна из фотографий из архива Центральной Азиатской экспедиции фотографии долины реки Тихой и фотография уже нашего времени этого же самого места находится это место как пишут Миронова и Пузиков точно на Конной Тропе уже за перевалом на южной стороне Катуньского крипта еще одна фотография озера Тальмей и также это еще дальше по маршруту Конной Тропы к южному подножию Белухи эти фотографии были привезены в Нью-Йорк пишут Миронова и Пузиков Зинаидой Григорьевной и Моррисом Лихтманом которые отвечали за сбор минералов и сотрудничали с геологической экспедицией Пономарева которая также стала частью тайского проекта Рейха анализ фотографий показывает что группа Пономарева преодолев Катунский хребет проделала как минимум половину пути к южному склону Белухи где и посетила долину реки Тихонько и озеро Тальмей в настоящее время здесь проходит один из популярных конных маршрутов к югу от Белухи несомненно именно экспедиции Пономарева и сделаны фотографии долгое время вводившие в заблуждение релиховедов эти же фото позволяют установить еще один весьма интересный факт одно из них свидетельствует о том что эту экспедицию сопровождал известный алтайский художник политический и общественный дейки Чорос Гурки то есть его использовали все экспедиции привлекали как хорошо знавшего эти места и Падурова и Пономарева и наверное многие другие кто так или иначе приезжал в эти места как пишут авторы с большой долей вероятности можно предположить что Чорос Гуркин встретился с реликами 15 августа где и была достигнута договоренность о его участии в экспедиции Пономарева однако встреча с ним не упоминается по политическим соображениям обращение к знатоку местности который перед этим сопровождал геологическую экспедицию Падурова с предложением стать проводником и для геологов из проекта Рериков было вполне естественным и логичным однако это тема для отдельного исследования и вот с этим наблюдением очень трудно не согласиться таким образом вопрос о встрече Гуркина и Рериков я думаю уже решены встречи это несомненно состоялось если не в Петербурге в стенах Академии художеств или в каких-то еще иных местах где встречаются художники на выставках или еще где-то то на Алтай совершенно точно но вернемся к статье Римы Михайловны Еркиновы и к рисункам Гуркина Интересно что он также еще оставил вот такой схематический рисунок восход на Белуху в 1926 году здесь вы видите три отмеченных рима альпиниста Делане Падуров Зельгей эти альпинисты предприняли попытку подняться на Белуху Путик лежал с северной стороны массива по гребню названному впоследствии также именем Делане опытные альпинисты без особых затруднений поднялись до высоты 400 метров но затем были вынуждены повернуть назад на их глазах с гребня обрушился огромный ферновый карниз в дневнике Зинаида Григорьевна Фоздик члена Центральной Азиатской экспедиции Рериха под 14 августом записано вечером нас посетили геолог Падуров профессор математики и студент университета которые только что приехали в деревню первый очень симпатичный из геологического комитета в Ленинград это буквально в двух шагах отсюда на углу 19 линии среднего проспекта геологический комитет они жили месяц на Акеме занимались научными исследованиями нашли радиоактивность взбирались на Белуху рассказывали об удивительной красоте этой местности и хотя как тут пишет также Римма Михайловна в записях Фоздик и Рей это имя Буркина не упоминается не исключено что это сделано в целях безопасности теперь вот изучая снимки вот которые вы видите здесь можно предположить что это как раз встреча двух экспедиций 14 августа 26 года и 15 здесь запечатленный профессор Деланы остальные лица пока не определены но вот на этой фотографии многими специалистами справа усматривается именно Григорий Ваен Чоросбурки здесь вот справа Деланы здесь он слева а здесь справа итак возвращаемся еще раз к этому замечательному произведению Рериха 26 года Рерих был у Белухи видел ее но с другой точки мы вам уже показывали этот эскиз но ему так хотелось запечатлеть близко что он это сделал и по известному воспроизведению например на открытке эта картина была издана в черно-белом варианте в монографии Рериха 39 года а в этом же году Горкин изобразил Белуху вот в таком варианте вы видите насколько ему ближе удалось приблизиться в тот год к Белухе конечно же Рериха не мог не интересовать такой человек вот об этих гранях его жизни о путешествиях по Алтаю о формировании музейной коллекции на основе его наследия свидетельствуют представленные также нашей библиотеки книги посвященные наследию разных музеев и здесь в этих музеях значительная часть посвящена творчеству Горкина вот я вам тоже эти книги передаю можете их тоже полистать я бы хотел в заключении нашей сегодняшней встречи ну во второй части также познакомить вас с результатами не только трудов Лимы Яркиновой Анны Савкиной Андрея Пузикова Милана Миронова но и наших последних экспедиций или самых последних 2016 года на Алтае Николай Михайлович мечтал вернуться на родину и продолжить свою деятельность на Алтае а Григорий Иванович Урзгуркин вернувшись из эмиграции ему удалось вернуться все свои силы и творчество тоже посвятил Алтаю и нам поэтому хотелось во время нашей экспедиции в 2016 году что-то такое увидеть услышать почувствовать что чувствовали Рерих и Гуркин в этих местах экспедиция начиналась наша в Барнауле в 2016 году потом продолжилась в Бийске в тех самых местах где бывали и Рерихи и где даже установлены мемориальные доски мы отправились в село Алтайское где останавливались одну ночь Рерихи во время своей поездки посетили Алтайский районный краеведческий музей обнаружили огромное количество материалов посвященных Рерихам после этого 4 июля 2016 года мы посетили краеведческий музей имени Шадоева в селе Усть-Кан Усть-Кан района вот вы видите сейчас карту экспедиции Рериха той части которая посвящена Алтай которая подготовила сибирское Рериховское общество как двигались Рерихи от Бийска в район Верхневой Мон и Белохи и как возвращались интересно написал нам один из основателей музея в Усть-Кане в путевом дневнике сущность алтайской философии познания предмета тела материи изучает не только как материю а совместно с понятием дух и душа в их взаимодействии взаимообусловленности написано вот так можно сказать на коленке но очень интересно и после открытия выставки в в Усть-Канском краеведческом музее мы отправились в урочище Теренг в 2-3 километрах от села Кирлык вот я сейчас попробую вам продемонстрировать некоторые фотографии того времени вот например участники выездного семинара в Кирлыке 4 июля 2016 года полил сильный дождь но нам показывали местные жители буквально в нескольких километрах на то место где откуда началось учение движения бурханистов дальше мы проследовали в Усть-Коксу Верхний Уймон Чендек Мульту Нижний Уймон вот здесь более подробно маршрут представлен на этой карте экспедиции Рерихов и все это места нашей поездки нашего изучения в 2016 году также как и здесь отмечено Абай Юстик Синьяр все это мы посещали и посетили также мемориальный дом музея Рериха Сибирского Рериховского общества в Сибири в селе Верхний Уймон Интересно что нам поделился Сергей Деменко один из активнейших сотрудников этого общества с фотографией вида на белуху с хребта каменный белок близ Верхнего Уймона вот если мы опять вернемся к статье Милана Мироновой и Андрея Пузикова вот вы можете увидеть что ракурс примерно тот же самый вот таким таким видит видится белуха и вот здесь видите белуха вот она в экране это вот участники нашего экспедиции дома Атаманова в Верхнем Уймоне сейчас здесь музей также мы посетили музей истории и культуры Морской долины ее заведующая Раис Павловна Кучуганова оставила надпись Беловодия у каждого свое Беловодие люби людей чтобы люди любили тебя посетили мы также и новый музей знамени мира имени Николая Рериха в селе Чендек замечательный музей совершенно у Теректинского хребта очень ценные экспонаты в этом музее вот вы видите в витринах они подлинные автографы Елены Рериха Николая Рериха Рихарда Яковлевича Рудзетиса одним из важных пунктов изучения было посещение центров народных промыслов в Уймонской долине нам так же как и Рериха захотелось познакомиться с тем что сохраняется мы увидели старинные ткацкие станки в центре народного творчества мультинский сувенир в селе Мульта вот в этом селе одна из руководителей можно сказать центра Полина Алексеевна Конева рассказала нам как они сохраняют традиции и какие именно предметы изготавливают в этом центре потом мы посетили Афанасия Ивановича Гелича известного художника который записал свое кредо в путевом дневнике философское осмысление исторического и духовного пути России вот это фотография с чердака его дома вот видите какой он клумбу себе сделал в виде знака знамени мира наш коллектив получил дар от него работу в которой изображена Белуха познакомились также с Михаилом Сергеевичем Петровым записали у него интервью рассказ о встречах со Святославом Рейхом и Людмилой Митцевой в Москве Ленинграде и сняли книгу с автографом Святослава Рейха это Нижний мор довольно-таки глухое место на Алтае и было приятно обнаружить трава человеческий рост мы с трудом пробрались к его избушке к его пасеке и он нас встретил с руками держа эту книжку наверное лет 65 вот такой возраст примерно также мы съездили в Каракольский природный парк Уч-Эн-Мэг совершенно замечательное место которое упоминается Рейхами и увидели там несколько стендов посвященных теме Рейх и Чорос-Гурки то есть как сейчас на Алтай в сознании народа алтайского воспринимается два этих великих человека вы видите на камне нанесены изображения Гуркина и Рейлиха и есть целый баннер Николая Рейх и Чорос-Гурки на протяжении Алтая это было очень приятно и приятно было видеть фотографии из нашей публикации этой самой встречи вот как Рейх писал камень дивный камень тегерецкий камень и просто камень и весь край сплошной камень Елен Чадыр Таурак Куеган Карагай Аккен Ясатар Эконур Чеган Арасан Уруль Кураган Аллахой Жархаш Онгудай Еламан Тургунда Аргут Карагем Арчат Жалдур Чингистай Ак Ульгум Хамсар это все имена эти названия речи Курочище Горобич слышится как напевный лад как созвучный звон столько много народов принесли свои лучшие созвучия мечты шаги племен уходят и приходят около черного Ануя на Караголе пещеры глубина и протяжение их неизвестна есть там кости и надписи а когда перешли Эдигол расстилалась перед нами шире Алтая зацвела всеми красками зеленых и синих переливов забелела дальними снегами стояла трава и цветы в рост всадника и даже коней здесь не найдешь такого травного убора нигде не видали и вот нам посчастливилось посетить в Каракольской долине святилище и нас встретила такая двойная радуга которая как глаз с радужными линиями это радуга над местом уединения Баора буддийского монаха 17 века слева гора Соланы радужная она так и называется там очень часто радуги и справа лок Сетерлю по-алтайски обрядовый вот нам показывает Данила Иванович Мамыев директор Каракольского музея Петровлев на экране также Алексей Анатольевич Мондаренко наш директор это на горе Бичиктубом вот это Каракольская долина вот что написал Мамыев он считает что символика Рериховской знамени мира такова три круга в центре это время мера и значение и дальше он написал то чем мы сегодня владеем взято у будущего взаимой в долг вот это его философия там в тайце фактически да владеем взято у будущего взаим в дом также на следующий день 8 июля мы отправились в памятник у Рериха на левом берегу реки Катунь вот этот памятник и его установили антайские художники несколько лет назад и посетили горно-антайский музей материалы которого многократно уже видели здесь и сейчас я вам продемонстрирую также съемку различных памятников вот внутри этого музея съемка такая любительская конечно различных объектов нас конечно интересовала в целом культура Алтая но и прежде всего творчество Гуркина в экспозиции как он сейчас представлен в горном Алтае тут все его работы но работа есть не только его конечно но и других художников например Мирослава Павловича Чевалкова крупнейший мастер последователь Гуркина это другой художник портрет которого выполнен Янсен Сергей Калыч который один из немногих которые сохранились в Сибири украшают экспозицию ну вот давайте сейчас пролистаем работы других художников посмотрим на какие-то этнографические предметы и все-таки взглянем на работает Гуркина в экспозиции все не посмотреть нам не успеть за такую небольшую лекцию вот интересно что этнографическая экспозиция часто сопровождается какими-то листами из графического наследия Гуркина потому что он фиксировал изучал это не как постороннее как местный свор какой предметный ряд замечательный вот так сейчас это вот что касается Гуркино-Алтайского музея сейчас мы еще вот сюда поглянем за его сепаратистские настроения официально вот некоторые предметные этнографии тоже я вам продемонстрирую тогда открывалась большая выставка было очень много чиновников и руководителей и выдающихся деятелей вот Римма Еркинова ведет экскурсию сейчас это главный специалист в нашей стране по творчеству Гуркина сейчас быстро пролистаем материалы которые не имеют отношения к Гуркину ну вот мы дошли до Гуркина и нам было очень интересно изучить его даже по картинам он писал очень точные даты написал картину не дату ставит и вот было интересно мог он встретиться с Рериками или не мог вот здесь например картина 9 июля 26 года река Катун вид на гору Белух вот эта картина замечательная и дальше мы пролистаем просто с вами работы Гуркина в экспозиции вот это 16 июля тоже Белуха еще один вариант различных мест рядом с Белухой и есть работы с натуры выполнены а есть работы уже с каким-то восприятием с преломлением с фантазией очень интересные есть фрагменты детали пейзаж с орлами 36 года по памяти сделан но Белухой так мог написать человек только который ее видел своими глазами Хан Алтай 20 год опять новая религия бурханизма горная долина и вот рисунки с огромным количеством различных предметов в юрте Демечи 12 год портрет Гуркина выполненный Гурьяна это Рима Яркинова и Алексея Анатольевич Бондаренко но но это не все что нам удалось еще сделать мы еще посетили музей Луркина и об этом я вам обещал рассказать это для нас было очень важно в селе Анос или Онос это филиал Национального музея Республики Алтая здесь были созданы все главные наиболее крупные произведения и вот что нам сообщила Надежда Александровна Мамашева она утверждает что в черновых набросках Гуркина имеются зарисовки экспедиции Рериха что свидетельствует тоже о том что они встретились на Алтае в 26 году вот сейчас мы с вами некоторые фотографии сделанные в тот день нашей экспедиции так вот выглядит дорога в Анос мы проезжали через Чемал через Чемальское ущелье посетили несколько памятников очень памятных и ценных тогда нас конечно увлекла красота Катуни тут все Катуни и встреча с Аносом была очень значимой для нас в тот день экспедиция у нас видите разная молодая все радовались этой встречи побывали в архиерейском подворье на острове Патмос где церковь Иоанна Богослова но все-таки главной целью было посещение усадьбы Гуркина и вот это уже фотографии из усадьбы и вот как раз это Мамашева которая нам рассказывала очень подробно о Гуркине делилась информацией от Гуркина и Вьедов Надежда Александровна очень подробно все посетили настоящее жилище алтайцев в самых разных вариантах прикоснулись к их быту и в общем это виды и экстерьер и интерьер того места где Гуркин провел лучшие годы своей жизни где он творил где он учил на местных жителей и свою семью он тоже направлял очень интересные мы прочитали его в записи прямо в экспозиции вот мне посчастливилось переписать некоторые его фрагменты из некоторых его письм и зачитать нам сразу же мы там провели небольшой семинар вот что я читал тогда нашему коллективу это из письма родным Гуркина написано в Аносе 18 мая 1933 года такие замечательные слова он писал нужно по возможности несмотря на наш трудный и нервный век сдерживать себя не допускать ни в себе ни в детях раздражения и гнева видя это и дети привыкнут и будут с уважением относиться к родителям а гневом и руганью ничего не достигнешь только навредишь и себе и детям мы там были 9 июля 2016 года замечательное место всех туда призываю поехать потому что без прикосновения к наследию Чороса Гуркина невозможно вообще чувствовать и понимать Алтай вот в этом помещении мы провели небольшой семинар общались с музейщиками прежде всего с Надеждой Александровной мамашиной увидели какие у них книги материалы представлены обменялись подарками конечно конечно в этом музее нету практически подлинных работ Гуркина это все репродукции подлинные работы мы увидели в Горно-Алтайском музее за день до этого нам было конечно необходимо еще прикоснуться к месту где творил великий человек вот такая у нас получилась сегодня лекция рассказ о религии Черезгурге редкий случай когда очень мало документов и фактов о непосредственном общении двух деятелей только две каких-то два намека на возможную встречу в Петербурге и на Алтае но я думаю что несомненно они оказали влияние на не только на друг друга но и на всех нас и те кто занимается Рерихом вот например в этом журнале первая публикация Тесюлевича на тему Рерих на Алтае и другие авторы не могут обойтись без Гуркина и без Рериха и начиная и посвящая свою лекцию Евгению Павловичу Мадочкину я конечно же не случайно это делал потому что и у Евгения Павловича Мадочкина длинная доля трудов посвящена именно Гуркину ну и в заключении я бы хотел прочесть фрагмент из текста Гуркина Алтай и Катун фрагмент из которого я уже читал это лирический очерк был написан им для каталога своей выставки проходившей в Торске 2015 я уже читал фрагмент из него ну и сейчас хочу его сочетать целиком чтобы как-то вас в конце лекции вдохновить и так неудача неудача Вокруг узором причудливых скал и мощными пластами снега Все вокруг первобытно, грандиозно и величало Могучим кольцом раскинулись и ушли в беспредельные даль горы Мягкие линии сдвинулись одна за другой Смешались в лабиринте очертаний и замкнулись в неуловимой дали воздушной лазуре Какой везде простор и какая мощь Это ты, заколдованный, угрюмый, царственный Алтай Это ты, окутался туманами, которые, как мысли, бегут своего могучего чела в неведомые страны Это ты, богатырь, дремлешь веками, сдвинув свои морщинистые брови И думаешь свои заветные добрые думы И вот, среди могучего, заколдованного царства, среди величавой природы Среди громад голубых гор, среди гремучих темных лесов По нежным, благоухающим цветами долинам По золотому дну Алтая течет изумрудная река красавица Катун Глубоко врезалась она в самое сердце Алтая И между ущельей извилась голубой лентой Бурная, неугомонная, крепко прижалась она к груди великана И стремительно, с шумом течет впереди И нет, кажется, никакой силы, могущей остановить ее течение Нет преград к ее стремлению и могучему бегу Осень В горах Алтая стоит теплая, прекрасная погода Вся природа переоделась в лучшие наряды Лиственницы и березы покрылись золотом Стоят, красуются и переливаются На сотни тонов под лучами солнца Небо лазурное, глубокое, чистое Воздух нежный, прозрачный Всюду разлилась гармония мягких, нежных красок Это волшебный праздник золотой осени Это последняя песня с жаркого уходящего лета И это прощальный поцелуй природы до будущей весны Величава, сознанием своей силы и благородства Шествует между праздничных берегов лучезарная катунь Она уже не шумит теперь так бурно, как весной Но эллигически спокойно катит свои бирюзовые волны Тихо всплескивается о прибрежные камни О холодные грани молчаливых утесов Нежесть отдыхает она от своего стремительного бега И как будто вперед для будущей весны Бережет свои буйные силы Спокойно, хорошо и мирно вокруг Чувствуется, что в природе зреют какие-то великие чары Свободно дышит грудь И душа в восторге рвется куда-то На недостижимые высоты К другому бытию, в другой мир Царство мыслей и грез К неведомому желанному счастью Давно улетели перелетные гости-дачники Оставив о себе пестрые воспоминания Остались одни мирные поселяния алтайцы Которые спешат убрать на полях Свои маленькие узкие полоски ячменя Изредка, не торопясь, проедут Карнизом реки по бому охотники Покуривая свои трубочки Или алтайка в чагедыке Позвякивая украшениями длинных коз И нарядом села Пробежит верхом напегой лошадки И опять все тихо Опять шепот природы Опять зыблются волны нежных красок Опять песни Катуни Свободно дышит грудь Ничто мрачное не тревожит душу Перед взором в вечном движении Кипит благородная волна Живет горная река Ярче, живописнее отражаются Берега в блеске ее зыбучих затонов Как очарованный стоишь под крылом Волшебной природы И в восторге хочется крикнуть кому-то Людям ли живущим в далеких Пыльных душных городах Рабам ли будничного шума Мелких забот Погрязшим в сутолоке повседневной жизни Или кому-то еще Оставьте все и хоть на крыльях Вашей мысли Перенеситесь в эту долину Взгляните на девственную красоту Алтая На его красавицу Волшебную Катунь На этот символ вечной жизни Неустанного стремления вперед В ее волне вы ощутите биение жизни И почувствуете, что дух вселенной Бодрствует в ней От создания мира Вот она, бурливая, страстная Переливается Изумрудной струей плещет И играет цветами радуги Вся она полна волшебной силы Вся движение и жизнь Столпились к берегам ее пахучие сосны И протягивают к ней кудрявые ветви А с высоты скалы и горы Смотрятся в ее кристальные воды Она есть счастье и украшение Алтая Ее боготворит кочевник Слагает честью песни И вешает ей ялам И бурная Катунь Как бы чувствуя все это Шумно спешит с победой вперед На пути она шлет свое прости Прибрежным горам и всему Алтаю Слышатся ее томительные вздохи Уносясь вглубь синих дымчатых гор Замирают в сердце великан День движется к концу Наступает вечер Как по мановению волшебной руки По горам ползут легкие сизые тени Под лучами заходящего солнца В прозрачной дымке утопают дали И в золотом воздухе Блестят далекие белки Сгущаются краски И меняются картины Баюкая волну Вперед спешит Катунь В сумерке тихо спустилась ночь И развернула свои темные мягкие крылья Окутала, одела Алтай в таинственную мглу Ярко загораются вверху молчаливые звезды Хором собираются они и льют серебристый цвет на спящую землю Сомкнулись горы гиганты и застыли в ночной тиши Притихли водопады Не блестят озера Не шумят высокие стройные кедры Опоясавшись полосами корума Дремлет тайка Ночь навевает чудные сказки и грезы При слабом свете потухшего костра В дымной юрте спит алтаяц Грезятся ему сны Встают перед ним старые мирные годы Цветет, благоденствует Могучий родной край Воскресает предания глубокой седой старины О былинных сказаниях О богатырях Слышатся песни Звенят бубны Возносятся священные жертвы Творцу алтая Ульгеню Благоденствие людей охраняют яек Курмуш и горные духи От темного злого эрлика Царя преисподня И жизнь на алтая течет Мирная, свободная Нет ядовитой зависти Простой народ живет по-братски Быстро летят годы Картина жизни меняется Являются новые люди Свирепствует зависть Обман, вражда, притеснение Беспощадно вырубаются И горят леса Приют благородных моралов Расхищаются Опустошаются Его кормили с алтай И в душе остаются Глубокие обиды В мольбах, песнях Изливает Алтая свою жалобу Но чужда Непонятно многим она Лишь не спит его хранитель Царственный Алтай Он стоит на страже Он слышит все жалобы сынов своих Знает и безысходное горе Бодрствует с ним и река Катун Она тоже борется на пути свое Спешит вынести горе Алтая На широкий простор И разметать его по белому сирену В глубокую полночь Когда все спит Из недр груди могучего Алтая Вылетает тяжелый стон Гулка раскатиста Пробегает он по спящим тайкам И отзывается в серебристых волнах Быстроводной Катуни Тихим вздохом Отвечает она своему любимому И еще нежней Еще крепче прижимается к его груди Ну вот на этом я и хотел закончить Не хватило голоса извинить Да сведения есть конечно К сожалению это трагическая Суть страницы его жизни На 68 году Голос кончился Спасибо Спасибо Ну главное что я познакомил вас С этим человеком А дальше вы уже сможете ответить На все вопросы самостоятельно Все это доступно Вот в этих книгах В этих материалах